А сейчас расскажем, как подросткам работать точно не надо. В Гродно 14-летняя школьница устроилась закладчица наркотиков, но проработала всего час. Она искала работу в месседжере Телеграм и обратила внимание на предложение, где требовались расклещики объявлений. Девушка оставила заявку, с ней связался куратор. Позже она узнала, что нужно будет не расклеивать объявления, а раскладывать наркотик. Представители наркомаркета убеждали, что все будет безопасно. 17 июня около 14.00 подозреваемая отправилась в Румлевский парк. Мимо проходящие люди считали ее поведение подозрительным и вызвали милицию. Несостоявшуюся закладчицу задержали оперативно прибывшие на место сотрудники наркоконтроля Октябрьского РУВД. Несовершеннолетняя пояснила, что хотела заработать. Примечательно то, что мать утром в день задержания предупреждала ее об опасности поиска подработки через интернет. Также с разъяснительными беседами в школу приходили сотрудники наркоконтроля и инспекции по делам несовершеннолетних. Но девушка сделала по-своему. Результат? Не выполнив ни одного задания, она была задержана меньше, чем через час. Сейчас за попытку распространения наркотиков возбуждено уголовное дело. Ответственность по данной статье наступает как раз с 14 лет. Уважаемые родители, если ваш ребенок стал чаще переписываться в мессенджерах и соцсетях с неизвестными, у него в телефоне появились фото неприглядных мест в лесных массивах, парках, дворовых территориях, он зачем-то просит паспорт, стоит обратить на это внимание. Сейчас лето, дети имеют больше свободного времени. Следовательно, увеличивается риск, что злоумышленники могут втянуть их в преступную деятельность. В милицию просят родителей внимательнее быть к своим детям и напоминают, если ребенок все же согласился на такую подработку, но вовремя передумал и сообщил правоохранителям, то он освобождается от уголовной ответственности.